13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и сегодня свое особое мнение высказывает Андрей Лучинин, член Президиума Регионального Политсовета Политической Партии «Единая Россия», исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области и депутат Законодательного Собрания Кировской области. Андрей Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Я вначале напомню нашим слушателям, как можно с нами связаться. Для этого существуют сайты хакирова.ру, в разделе «Анонсы» можно задавать вопросы нашим спикерам. Вопросов сегодня от слушателей нет, но есть вопросы у меня. Андрей Николаевич, только что прошел, наверное, самый главный праздник в году, это День Победы. Ходили вы на парад в этом году? Да, я ходил, по традиции прошел парад, три года назад я сделал бэдж, еще до полка сделал бэдж с фотографией своего деда, Лучинина Андрея Николаевича тоже. И вот я с дедом хожу, с сыном, с своим маленьким, и вот прошел, да. Поделитесь впечатлениями от парада именно этого года? Ну, не знаю, у меня всегда впечатления от таких мероприятий радостные. Уже с утра, можно сказать, когда просыпаемся и собираемся уже на парад, уже хорошо, на душе, приятно, когда видишь людей, объединенных вот этой идеей победы. Для нашего народа победа это какой-то такой символ вообще жизни. Мы любим побеждать во всем, а победив фашизм, да еще освободив по пути много стран Европы, для нас это вообще святой праздник. Мне понравился парад, он был достаточно органичен, не было техники, конечно, я в прошлый раз с удовольствием посмотрел на ракету, которая была привезена из Литопольской дивизии, потому что я сам служил в ракетных войсках с трагическим назначением, как раз вот эти махины у нас и были, поэтому я с огромным удовольствием тогда посмотрел. Ну, в этот раз обошлось без машин. Единственное, наверное, погода тоже радовала. Может быть, подумать организаторам на следующий год как-то бессмертный полк, может быть, сделать отдельное, вот как в Москве, в Питере, в других крупных городах, может быть, отдельное шествие, и может быть, это шествие в Парк Победы. Отдельное почему? Потому что людей очень много? С каждым годом людей больше и больше становится, во-первых, и это здорово. И нынче получилось, что в прошлый год полк шел в конце всего шествия, и потому достаточно долго, и, наверное, неуместно было так мариновать их, хотя говорят, что там деды сражались, страдали, ну и мы постоим там, да, но это, наверное, неправильно. А в этот раз полк шел впереди, зато все остальные, там, общественные организации, политические партии, они шли в конце и достаточно долго, там, до часа двигались колонны медленно, медленно, медленно. Наверное, это не совсем правильно, потому день долг, может быть, действительно, полк сделать это отдельным мероприятием, отдельное шествие, может быть, рассмотреть даже возможность движения к Парку Победы с возложением там цветов, то есть это тоже надо делать. Я понимаю, что там проходят тоже теоруправления, делают митинги и прочее, но я бы советовал городским властям над этим подумать. Это, я думаю, что будет правильно. Андрей Николаевич, вот Вы сами сказали, что День Победы – святой праздник. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к политическому пиару на Дне Победы? Андрей Николаевич, не совсем отношусь хорошо. Вот сейчас к Вам шел, думал, как бы картинку-то видел, как… Ну да, я говорю о видеороликах, которые в последнее время катаются. Андрей Николаевич, значит, нет, я не о видеороликах, а вот непосредственно о параде, о Дне Победы, там, когда идут политические партии, в том числе моя политическая партия «Единая Россия». Ну, кстати, нынче не так много флагов брались, чтобы не делать из этого какого-то шоу. Но, с одной стороны, наверное, это неправильно вот так выпячивать. Хотя не получается выпячивать-то все равно, у нас народ-то грамотный, все равно смотрит на парад Победы, а не на каких-то политических деятелей. Но, с другой стороны, опять же, красочно все-таки идут там, есть желтые флаги, есть синие флаги, есть красные флаги. Ну, не знаю, однозначно сказать правильно это, неправильно не могу. А насчет отдельных политиков? Ну, ваш соратник по партии, да, участник, праймерист в Государственную Думу, Тахим Азимов, снял ролики о своем участии в акции «Бессмертный полк», но мы же понимаем, что хоть это ролики об акции, но это все равно так или иначе политический пиар. Не вижу ничего страшного в этих роликах. У нас люди умеют переключать, если кому-то что-то не нравится, переключат. А насчет роликов в вашем эфире тоже крутились ролики другого депутата Государственной Думы, который тоже намерен выдвигаться, тоже делает политический пиар. Я говорю сейчас про... Понятно, что политический пиар и все, у кого есть деньги и бюджеты на СМИ, welcome, пожалуйста, да, это никто не запрещает. Я говорю о политическом пиаре на таком поводе, как День Победы. Позитивный праздник. Позитивный абсолютно. Всегда у любой политической партии, у любого деятеля политического и действующих депутатов, или те, кто себя мыслит в этой роли, всегда есть соблазн участвовать в этом мероприятии. Либо проходить... Присоединиться к хорошему информационному поводу. Да, да, да. Не вижу в этом что-то уж такое сверхъестественное. Это всегда, в принципе, это было. Традиция-то есть и не только в нашей стране. Но, наверное, чрезмерное выпячивание... Но я не видел чрезмерное выпячивание. Кстати, с какой-то ролик-то, к сожалению, не успел посмотреть. Ну, вот смотрите, вы тоже участник Краймерис, да, я насколько понимаю? И участник парада. То есть тоже можно рассматривать, что... Чего ж я поперся так? Нет, я имею в виду, что вы собираетесь избираться в УЗС, если я не ошибаюсь. Но вы ведь ничего о себе не снимали ко Дню Победы? Да нет у меня столько денег-то. Если бы были, я бы с удовольствием их куда-то в другое место. Нет, на самом деле, конечно, вот как обычно я прошел, там какой-то дополнительный пиар. Ну, во-первых, я одиннадцатый... Ну, слушайте, я говорю сейчас не об участии в Дне Победы, да? Не об участии в параде на День Победы. Чрезмерный пиар? Вы сейчас говорите о чрезмерном пиаре, да? Может быть, может быть. Не знаю, не могу на сегодняшний день. Хорошо, я поняла, вы не против, в принципе? Если не возражает население, если это не противоречит каким-то морально-этическим устоям, если это не меняет концепцию проведения праздника. Ну, вот моим моральным устоям это противоречит, например. Вы взяли, выключили телевизор и смотрите. Все элементарно положено. Ну, вообще телезритель голосует кнопкой. Конечно. Вы просто взяли и выключили. Ну, вот голосовать за этого кандидата, например, я не буду. Это ваше личное право. Потому что мне было неприятно. Вы сделали для себя вывод и все. Какая проблема-то в этом? Вообще никакой проблемы. У нас программа «Особое мнение», и я спрашиваю у вас, что вы думаете по этому поводу. Я уже высказался по этому поводу. Хорошо, я поняла. Нет, я еще бы хотел сказать, что... Но, между прочим, этот человек, кстати, очень порядочный, нормальный мужик. Я с ним знаком. Слушайте, я сейчас говорю про пиар. Ничего против личных человек не имеешь. Подождите, подождите. Один из немногих, кто к данной акции имеет отношение. Он организовывал, насколько я знаю, конкурс сочинений с награждениями участников и так далее. То есть он же этим занимался. Он же не просто взял о себе и опубликовал. Вот я такой хороший. Он что-то сделал. Он участвовал. Слушайте, любой участник выборов, любой участник праймерис в Госдуму, в УЗС, куда бы там ни было, в конечном итоге публикует материалы о себе, какой он хороший и молодец. Ну, что в этом плохого? В этом ничего плохого. Это нормально. Это предвыборная кампания. Вам показалось, что это чрезмерно и вызвало стойкую антипатию. Это ваше личное право. У многих других не вызвало антипатию. Может быть, какие-то радостные чувства. Ну, хорошо, разобрались. Давайте про патриотизм дальше поговорим. Так, сколько у нас времени? Ага, 15 минут. Нам, к сожалению, нужно сейчас уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Андрея Лучинина, исполнительного директора Ассоциации Совета Муниципальных Образований Кировской области, депутата ЗАГС Собрания, члена Президиума Регионального Полицовета Единой России. Сейчас мы прервемся ненадолго и очень скоро вернемся в студию. Я говорю о... А почему ты говоришь о «сожалении»? Реклама? Бабло? Бабло посыпалось. Я говорю о пиаре на святом празднике. Например, как принято во многих коммерческих компаниях, я сама пиарщик, мы принципиально ко Дню Победы либо ничего не делаем, либо делаем, но не говорим об этом. Потому что я считаю зазорным пытаться пиарить себя или компанию на святом празднике. Слушайте, а как тогда рассматривать, идут в колоннах предприятия наши, там 1 мая, там КМК, какие-то еще компании идут, прошлый год микрофинансовые компании шли и так далее. То есть я думаю, что вот это некое такое новое общественное отношение. Пусть участники парадов идут в колонне, я тут, собственно, не против этого. Ну так, все с рекламой. Просто в данном случае ведь цель любого кандидата попасть в конечном итоге в Государственную Думу, в ОЗС. И для достижения этой цели используется День Победы. Вот я считаю, что это не совсем этично. День Победы, 8 марта, 23 февраля, Новый год. Используется все, что не запрещено законом. Мы возвращаемся в эфир на 101FM, программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, и в этой студии все так же Андрей Лучинин. Андрей Николаевич, давайте про патриотизм поговорим в свете Дня Победы. Вообще сейчас эта тема очень популярна, и на днях в газете «Коммерсант» вышел очень интересный материал на эту тему. Сенатор Эдуард Исаков предложил составить рейтинг патриотизма регионов России. Я сейчас буду цитировать, чтобы не соврать. Определять его он предложил на основании анализа официальных данных государственных статистических наблюдений, в том числе Росстата, Миноборнауки, Минтруда, Минздрава, Минспорта, Минобороны и других министерств и ведомств, на основании социологических исследований, опросов, а также анализа материалов СМИ. Губернаторов, достигших самых высоких показателей патриотизма, он предлагает поощрять двоечников наказывать. Как вы относитесь к этой инициативе? Юрий, я скажу, что глупость в России неискоренима. Коротко и ёмко, хорошо. А федеральный закон о патриотическом воспитании, он нужен? С закона пока такого я не видел, идею, саму идею я знаю об этой идее. Надо посмотреть, какие сферы общественного будут регулировать этот закон, что конкретно, что они хотят вложить в этот закон. На самом деле патриотическое воспитание есть во всех странах мира. И на это идут достаточно большие средства государственного бюджета во многих странах, в том числе США. США, лидеры в этом плане, учат с малоредства, поднимая флаг перед домом даже, на своей лужайке, и поют гимн Америки. Китай этим тоже славен. Я был в Китае, посчастливилось и видел, как ученики, приходя каждый учебный день, с линейки начинаются, они поднимают флаг, они поют гимн. То есть это всё есть. Регулироваться ли это отдельным законодательным актом, я вот, к сожалению, на сегодня не знаю, но в Конституции США там есть соответствующие строки. Значит, что будет регулировать наш закон, не знаю, вот увижу, тогда могу более-менее квалифицированно как-то давать ответ на сегодня, пока не знаю. А как Вы считаете, по Вашему мнению, в чём должно выражаться в нашей стране патриотическое воспитание? Это какой-то новый предмет в школах? Это работа, может быть, армии? Как это должно происходить? Как Вы назвали человека, который внёс не законопроект, а вот... А сенатор Эдуард Исаков. А, Исаков Исаков. Вы хотите меня к нему адресовать? Не, 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 ни в коем случае не хочу к нему адресовать, мне просто хотелось узнать, он в армии служил, в каком звании, где, там, да, но не могу вас узнать, узнаю сам. Мне интересно, вот начинается всё, патриотизм, весь патриотизм начинается с исполнением законов, тех, которые действуют на территории страны. Уважением к закону, уважением к государству, в котором ты находишься. И один из основных элементов, у нас часто о патриотизме говорят люди, которые по каким-то причинам в армии не служили. Возникают вопросы, почему? То есть всё-таки с армии, по-вашему мнению, начинается... С воспитания в семье. Нет, я просто чуть-чуть поёрничал по армии, там, да, и по этому товарищу, ну, как бы, ну, совсем немного. А так это семье. А я сейчас найду про армию. Начинается воспитание семьи. Да, воинская служба в президентском полку, первая рота специального караула. 91-93 годы. Имеет право говорить об этом. Семье. Многое, что идёт из семьи. Воспитание, школа. У нас, мы видели, 90-е, я же учитель школьный, изначально по образованию, и видел, как в 90-е годы система воспитания, не только патриотизм, вообще целостная система воспитания, школа отстранилась. То есть ушла. Государство вывело школу из этой системы. И мы получили и преступность, мы получили и разгильдяйство, всё, что угодно. И на сегодня обратно это возвращается. Наверное, это правильно. Но одно дело говорить безустанно о патриотизме, а другое дело, опять же, своим примером прививать. Любовь к родине. Любовь к родине начинается с любви к матери, к любимой женщине, к своим детям, к своей семье, к своему месту, где ты родился. В городе Кирово, если ты живёшь в этом городе Кирове, в области, в стране. Вот так, наверное, я думаю. Ну, хорошо. Как прививать любовь к родине или любовь к матери? Ну, наверное, да, это какие-то две параллельные темы. Хорошо. А в школах что надо с детьми делать? Предмет отдельно вести. Ну, на сегодня, слава Богу... Гимн петь, флаг поднимать. Может быть. Может быть. Ведь на сегодня в ряде гимназий поют гимны, да? Там вятская гуманитарная гимназия. Как бы гимн существует. Флаг поднимают. Не знаю, флаг поднимают или не поднимают. Я не знаю, у меня пока сыну два года, я не в курсе. Вот видите, у меня оба там... Я не знаю, флаг поднимают или нет. Узнаю обязательно. Но гимн исполняют. Это я слышал на линейке. Поют гимн. И это здорово. И, наверное, зазорного-то ничего нет. С ним будут приняты решения. Может быть, кстати, тем законом, о котором мы с вами говорили, регулируется вопрос поднятия в общественных местах, в учреждениях, учебных заведениях, флага с исполнением гимна. Да, там, допустим, мне не всегда приятно, когда гимн Российской Федерации, там, особенно чиновники, там, стоят и, видишь, по губам-то, что-то они другое мут, там, они поют. Вы имеете в виду, когда слов не знают? Слов не знают. Совершенно, или старый гимн, значит, Советского Союза. Музыка-то одна. Значит, я тоже вот иногда раз, и у меня там союз нерушимых начинается в голове, это крутится, потому что мы же это с детства пели в пионерии, там, да, в комсомольских организациях и так далее. В школах воспитание патриотическое приходит обратно. Это с уроками истории на сегодня идет. Это сегодня литература. Это сегодня урок русского языка, который на сегодня у нас и президент лично обращает внимание на данные вопросы. То есть вот с этого идет любовь к своему языку, любовь к своей истории, понимание своей истории, объяснение своей истории. И личное копание с точки зрения, ах, как плохо, ах, как плохо, ах, вот здесь плохо, а здесь вот тиран был у нас, вот он куда нас завел, а здесь вот такой вот разбойник был, туда завел. Везде были тираны во всех историях, и везде были разбойники. Исходя из сегодняшнего понимания истории, с точки зрения того момента, они были патриоты, они отстаивали рубежи своей родины. Учитывая, что вы провели аналогию с США и с тем, что там на это тратятся большие деньги, то есть вы не против, чтобы в нашей стране на это тоже тратился бюджет. 16 миллиардов предполагается за 5 лет потратить. Я подозреваю, что он как бы все равно идут средства на патриотическое воспитание в том или ином виде и сейчас. Нет, ну это логично, да. И бюджет на сегодня в любой стране на это в Германии деньги отпускаются. Я не против это должно быть, потому что элемент воспитания человека который живет в данном государстве с уважением к этому государству, ведь это тут же и знание законов, там много комплекс вообще-то наук в патриотизм это можно включить потому надо смотреть, во-первых на что, что конкретно, какие меры там, да, рейтинги это глупо Куда конкретно хотят потратить эти деньги, да? Да, да. Хорошо, давайте конкурс строя и песни, там, да, он сегодня проводится, там, парады это тоже элемент патриотизма они сегодня проводятся, там, деньги тратятся так что, просто, наверное, систематизируется как-то этот вопрос хорошо, давайте с вами закончим с патриотизмом, вот хочу еще с вами обсудить дебаты участников праймерис партии Единая Россия придется вам сейчас отвечать за всю партию потому что есть у меня пара ремарок а в минувшие выходные как раз состоялись дебаты на тему комфортной городской среды и вот мне дебаты больше напомнили встречу со сторонниками, вот как вы оцениваете сам формат проведения дебатов, не когда разные кандидаты друг с другом дискутируют а когда это напоминает больше высказывание мнений с трибуны верной дорогой идете товарищи с ограничением возможности задавать вопрос начну сначала с формата лишь только напомню, что все-таки мы говорим сегодня о внутри партийном соответственно дебаты идут внутри партийных да, приглашаются и журналисты и сторонние люди желающие туда я с вами поспорю про сторонних людей мы об этом поговорим когда у меня задали вопрос я уточнил были ли прецеденты и так далее то есть я не был к сожалению на этих мероприятиях депутаты законодательного собрания не обязательно принимают участие но могут но я принимаю вот это дальше у вас вопрос там так я принимаю но я там в 11 округе это Налинский избирательный округ четыре района потому я там бываю значит мне там на сегодня скажем важнее в этом-то плане вот потому когда внутри партии и члены одной партии в принципе они понимают друг друга они знают друг друга то наверное таких каких-то острых вопросов о которых вы говорите или там сталкивание лбами как вот мы видим дебаты это у нас мы все равно дебаты дебаты откуда берем с запада да там вот вот шоу вот научились да праймери собственно тоже с запада вот ребята научились ну праймери не хорошее слово мне не нравится все-таки предварительное голосование как технологический прием сначала использовала Единая Россия а затем ввело в уставную норму то есть я так кстати сказать был один из противников что там вводится технологический прием в уставную норму но тем не менее показывает на сегодня достаточные эффективные результаты когда ведь так или иначе Единая Россия показывает возможных кандидатов далеко заранее чтобы могли посмотреть да конечно может быть элементом прийти и неудобные вопросы задавать тем более если глава города участвует уж тут как бы прийти да позадавать вопросы многие с удовольствием тем не менее это все-таки внутри партийный формат и каких-то таких наверное злых вопросов или столкновений хотя вопрос актуальный я просмотрел ну согласитесь просто мнения даже у людей могут быть разные на одну и ту же тему правильно все могут высказываться но дискуссии нет на дебатах дискуссии будут во время голосования мы открыли сегодня формат голосования внутри партийного не просто члены партии у нас до этого проходила члены партии приходили и отдавали за того или иного кандидата на сегодня мы как бы уж так сказать еще демократизировались открыли там на избирательных участках лично посмотрю там будут ли гонять людей оттуда наверняка нет все желающие могут конечно вы открыли вам же нужны избиратели Андрей Николаевич я вам сначала сказал что технологический прием да но технологический прием возведенный в уставную норму единственная политическая партия которая на это решилась так вот формат дебатов формат дебатов он предполагает нормальный здоровый разговор с ответами на вопрос с заготовками с работами у каждого кандидата приходит наверняка его какая-то группа поддержки которая задает может быть и удобные вопросы на которые кандидаты ответим не может задавать группу поддержки вопросу своему кандидату оппоненту оппонентам оппонентам причем ведь мы транслируем то есть по сути дела посмотреть сегодня на сайте там в режиме онлайн там может любой житель Кировской области и оценить кто как говорит кто умеет говорить вообще кто не умеет говорить а что-то не говорить по бумажке-то а ведь мы и смотрим кто по бумажке кто не по бумажке потому что после дебатов внутри политики это элемент подготовки дальше-то у нас предстоят дебаты более жесткие с оппонентами а они предстоят? почему нет? вы считаете что у нас будут межпартийные дебаты? мне бы хотелось этого мне бы хотелось того чтобы мы потихонечку перешли именно двигались к цивилизованной форме проведения дебатов не как у нас изначально там да у нас сегодня формат такой разрешен каждый выступил из оппонентов я принимал участие в этом мне как бы смешно я сейчас не принимаю высказался ушел высказался ушел не пришел человек разделили его время высказались кто-то еще на сегодня я думаю что все равно не сразу все придет этот формат будут задавать острые вопросы будут отвечать это же политическая культура у нас нету сегодня в истории как бы там последовательно столетиями не прививалась это политическая культура не было ну вот сегодня она потихонечку 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 есть нам сейчас к сожалению нужно прерваться на рекламу я одну короткую ремарку перед рекламой на минувших дебатах главе города задали вопрос а за что вы любите свой город мне кажется такой вопрос на дебатах звучит странно нет интересный вопрос философский ведь мне бы задали за что я люблю свой город я растерялся бы за то что я в нем живу ответил мне кажется что все таки на дебатах должны задавать острые вопросы которые покажут позицию человека по отношению к тому или иному вопросу его умение дискутировать его умение отстаивать свое мнение его искусство оратора а вопрос за что вы любите свой город дает возможность ну покрасоваться но ничего из вышеперечисленного да на самом деле любой вопрос возможно там наш скажем лидер Владимир Владимирович Путин там позволяет задавать вопросы про семью про жену там с которой развелся про что угодно по сути дела да я долгое время думал что там все у них заготовлено как бы заготовки да там но так сматриваешься смотришь нет Андрей Николаевич я вам скажу по секрету заготовки но давайте мы прервемся на рекламу сейчас мы очень скоро вернемся это особое мнение Андрея Лучинина вернемся буквально через пару минут мы возвращаемся в эфир это особое мнение Андрея Лучинина члена президиума регионального политсовета партии Единая Россия исполнительного директора ассоциации совет муниципальных образований Кировской области и депутата законодательного собрания Кировской области Андрей Николаевич давайте продолжим про праймерис точнее про дебаты участников праймерис я опять же на минувших выходных была свидетелем того что всех приходящих на дебаты достаточно жестко фильтровали то есть на ходе в первомайскую администрацию стояли три мужчины плотного телосложения в черных костюмах которые не пропускали неугодных то есть я прям а по каким признакам фильтровали что значит неугодные ну вот смотрите одет не так валенки ну то есть смотрите идет допустим участник праймерис вместе с ним идет ну как бы его группа поддержки их всех автоматически пускают вместе с ним когда идет один человек незнакомый он идет без сопровождения то нужно охране было нужно одобрение участника праймерис что да это ко мне это моя группа поддержки пропустите то есть вот так вот просто обычным смертным нельзя было попасть на дебаты и потом даже в фейсбуке писали люди комментарии что вот я бы хотел попасть я бы хотел задать вопрос но я не являюсь участником группы поддержки ни одного из участников праймерис и наверное это несправедливо ну вот насколько я знаю я еще раз говорю что вот сам лично я не видел не был вот к сожалению ну поверьте наверное до 22 я еще не я верю верю что все может быть я знаю как был организован этот процесс что участники праймериса заранее подавали заявки их вносили списки по этим спискам пропускали да там затем решили что ну чего по спискам давайте будем все кто желает приходить приходили все желающие я знаю несколько эпизодов вот разговаривал сегодня с Бурковой Галиной Игоревной она говорила что да было несколько эпизодов приходили люди с такими заранее заготовленными вопросами провокационного характера там да и начинали затягивать то есть формат он все-таки это трансляция и в онлайн там и прочее ну организаторы я не организатор этого процесса как раз организаторы посчитали вот таким образом сделать лучше ну наверное в дальнейшем нужно менять больше открываться наверное просто понимаете в кулуарах обсуждали этот момент так что было сделано максимум чтобы дебаты не дай бог не превратились в дебаты ну прям так и говорили что дебаты чтобы в дебаты не превратились тогда зачем это все нет на самом деле а зачем может быть страх какой-то нового чего-то да там всегда у нас есть у каждого человека причем да при организации каких-то подобных форматов слушайте но я никогда не поверю что вот люди которые принимают участие в дебатах это политики которые давно работают что у них нет опыта ответа на острый вопрос да есть конечно я согласна что есть неадекватные люди там городские сумасшедшие которые превратят в фарс любое мероприятие но этих всех людей знают и их можно либо там не пускать конкретных людей либо есть модерация такая вещь Юля скажу что на сегодня это то же самое по политическому пиару в день победы то что мы говорили так каждый имеет право дебаты будут то есть не дебаты а предварительное партийное голосование открытый формат то есть кому-то что-то не понравилось развернули или еще что-то или за кого-то душа переживала или кому-то показалось это недемократично или несправедливо вправе прийти на избирательный участок и проголосовать против всех кандидатов против одного кандидата как угодно на сегодня просто пользуйтесь своим правом вот мне что нравится там скажем человек который как так многие опасаются я за то чтобы демократическая процедура была реальной демократической процедурой демократии надо учиться вот взять и сразу все демократизировать и все что было как в лучших странах демократии невозможно в 90-е годы показали что мы рванули шишек себе наломали кто-то шею сломал кто-то еще чего сломал но не получилось ничего часть продолжать желает вот в таком же темпе да там работать большинство населения не желает желает какой-то систематизации на мой взгляд вот этот опыт он же первый мы никогда в Кирове это не проводили в Кировской области такого не проводили кстати попытка организовать дебаты была если мне не изменяет память когда выбирали губернатора дискуссионный клуб вечерний и Николай Пихтин делал да да знаю даже было намерение у меня приходить туда но занят был не пришел к сожалению я думаю что мы в партии посмотрим как это все проходило сделаем безусловно какие-то выводы и в дальнейшем только улучшать и улучшать ну лично мне конечно хочется увидеть межпартийные дебаты мне тоже последний вопрос у меня к вам про единую Россию ну наболело извините говорите Андрей Николаевич я думаю что каждый житель города и вы в том числе видели там наружную рекламу баннеры печатные книжки партия Единая Россия отчет партии за проделанной работе 5 летний срок своего пребывания у власти так вот вопрос мой заключается в том почему партия Единая Россия присвоила себе там заслуги например правительства да отчитываются сколько школ открыто сколько детских садов открыто сколько спорт объектов построено там даже простите форум Био Киров в себе в актив записали понятно что здесь да здесь работает УЗС но работает правительство работают еще много людей почему партия записала это в свои личные заслуги первое среди членов правительства большинство членов партии которые также состоят во многих организациях в первичных организациях в оригинальном полицовет входят в президиум входят и потому являются то есть выполняют те наказы которые у нас в течение выборного периода идут и так далее это раз второе мы вспоминаем в законодательном собрании всегда голосование за бюджет так когда мы предлагаем бюджет это начиналось федерального бюджета и наш региональный бюджет когда идет работа над бюджетом вот те вопросы финансирования объектов то ли это будут детские сады то ли это будут какие-то школы иные спортивные сооружения и так далее когда мы все это просчитываем можем потянуть не можем включаем туда партия Единая Россия фракция наша голосует за этот бюджет то есть за реализацию этих планов другие политические партии голосуют против вот вам и ответ мы ну да бог с вами ну никогда я не поверю чтобы другие политические партии проголосовали против открытия лишнего детского сада против принятия бюджета против принятия бюджета конечно так это же в бюджете бюджет это финансовый документ в котором прописано что мы будем финансировать как будем финансировать спасибо за ребят ну на самом деле это так если вы голосуете против бюджета то вы голосуете против строительства детских садов школ спортивных площадок и иных социокультурных объектов ну наверное плохие дороги тогда тоже Единая Россия должна себе в актив записать дороги Единая Россия в актив записывает а то что они на сегодня у нас в ненадлежащем состоянии это наша общая беда и Единая Россия в том числе поверьте за дороги Единая Россия получает по полной программе каждый день и отвечает за это от населения которое ездит регулярно по этим дорогам и мы же понимаем с вами взрослые люди что на сегодня финансовых средств на содержание дорог в должном состоянии не хватает явно и очень много не хватает да мы можем себе позволить отремонтировать там пятую часть дорог которых нужно ремонтировать и строить новые у нас дороги со времен Советского Союза остались рассчитаны на восьмитонные машины максимально да на сегодня сроки проходят нужно эти дороги переделывать потому что сегодня идут по дорогам 20-40 тонн машины они конечно развивают на сегодня лесовозы фискары которые идут в сельской местности под ноль уделывают эту дорогу за один всего сезон и нужно все наше дорожное хозяйство по сути дела переделывать переделывать с хорошими технологиями с хорошей подложкой мы все время латаем по остаточному принципу и конечно же каждую весну нас будут нахлобучивать и природные условия и материалы и прочее я причем не говорю что технологии нарушаются наверное это тоже так надо смотреть мне кажется надо в целом подходить Российской Федерации не Кировская область а Российской Федерации совершенно и брать иные критерии по дорожному строительству подходы менять на сегодня я как директор ну хорошо каким образом менять я уже начал говорить как директор муниципальных образований сталкиваемся хуже всех хуже наших региональных дорог это муниципальные дороги вот это беда и на сегодня денег нет чтобы восстановить эти дороги и кто несет ответственность когда нам выписывают штрафы предписания и прочее муниципалитет потому что на балансе муниципалитета находится эта дорога кто ремонтировал эту дорогу какая-то организация какая-то там аошка подрядная там суд подрядная которая зашлепала дырки и растворилась муниципалитет несет да мы принимаем и прочее на мой взгляд нужно менять систему ответственности брать наверное даже торговать дороги на восстановление и содержание на определенный срок там трехлетний пятилетний срок чтобы та организация которая эту дорогу ремонтирует видали наверное на федеральной дороге там едешь табличка данная дорога обслуживаться такой-то такой-то организации все иски этой организации за ненадлежащее состояние дороги к этому же нужно подходить по нашим областным по нашим муниципальным особенно дорогам чтобы те кто эти дороги делает и отвечали потом за качество дорог так что тут многое что надо менять я не специалист к сожалению в этой отрасли но так с каждым годом я пожалуй уже стану специалистом Андрей Николаевич у нас к сожалению закончилось время не успели мы с вами обсудить рейтинг критичности региональных СМИ поэтому я призываю всех самим зайти и посмотреть гражданская инициатива составила такой рейтинг весьма любопытно спасибо вам за эфир спасибо вам это было особое мнение Андрея Лучинина члена президиума регионального полицовета партии Единая Россия исполнительного директора ассоциации совет муниципальных образований и депутата законодательного собрания Кировской области эфир для вас вела Юлия Афанасьева всего доброго и до свидания до свидания